Александр Буренин 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 А теперь на 90. Кто-то что-то не понимает? Я объясню. Это новый метод такой. Они его выманивают. Еще через месяц они скажут, что Алексей Львович вообще ничего не должен городу. Произошла ошибка. А еще через два месяца они скажут, что Алексей Львович выиграл в ведомственную лотерею Следственного комитета. Ему полагаются деньги и двухкоечный номер в гостинице в номере люкс с любой сотрудницей, а также с девушкой из Амбии. Он может любой день приехать и забрать свой приз. Он приедет, а они его хватит и поймают. Драматические события произошли на днях в общественной палате Саратовской области. Там встречались с одной стороны власти, с другой стороны некие лодочники. Как известно, власть хочет продолжить строительство набережной. Обустраивать его, так сказать, и деньги вроде уже как нашли. Но там находятся лодочники с своими причайниками. И они очень сильно мешают. Вот власти хотят, чтобы лодочники оттуда убрались. И даже места им какие-то предлагают на Зеленом острове и где-то еще на каком-то юрише. А лодочники оттуда убираться никак не хотят. Председатель общественной палаты области Александр Соломонович Ландо сказал им, что юридически они неправы и им в любом случае придется убраться. Или в никуда, или туда, куда предлагает им власть. То, что вас выселят, это 100%. Ну давайте пробуйте. Нет, подождите, подождите. Я же вам говорю с юридической точки зрения. С юридической точки зрения. С юридической точки зрения. Выселят, но без предоставления земельных участков. Просто выселят. Ну тут натурально возник спор, шум, крики. Кто он такой, Александр Соломонович? Почему он так говорит? Стоит ли за ним большинство? А может быть не большинство, а может быть меньшинство? Кто главнее? Кто прав? Кто не прав? И Александр Соломонович так вот твердо ответил. За мной стоит 2,5 миллиона человек. Которые ждут... Это же с ума сойти. За Валерием Васильевичем Радаевым столько человек не стоит. Да что там Радаев? За Александром Македонским столько человек не стояло. Сколько стоит за Александром Соломоновичем Ландо? Так что отныне предлагаю называть Александра Ландо Александр 2,5 миллиона человека. Если ты не единственный, у нас опросы не стоит насчет этого. Вот за вами точно никто не стоит. Вы сидите? Значит, слово-то вам еще не дали. Но на этом все не кончилось. Уже после официальной встречи в коридоре произошла стычка между депутатом городской думы Дмитрием Кудиновым, с одной стороны, и представителем лодочников Антоном Гетманенко. В коридоре они сошлись. Ну хорошо, мы с вами разговаривали все. Что? Не понял. Со встречными актами. Я стал, может быть, ты разворовал? Я тебя спросил, может быть, ты разворовал? Что? Мы переначивали. Да? Может, ты переначивали? Нет, я вообще на самом деле не понимаю, откуда этот дурацкий смех. На самом деле все логично и правильно. Ну люди повздорили, да? А потом решили, как сказать, пойти и за мировую передернуть. Просто час был на тот момент еще ранний, и пойти просто дернуть за мировую, ну как-то неприлично. А передернуть это можно в любой момент. В конце концов, что в этом такого? Все мы нормальные современные люди, и все все понимают. Все мы время от времени передергиваем. И не нужно говорить, что Дмитрий Кудинов там власть какая-то, ему не полагается. Он не только власть. Я власть, власть, но и человек тоже, в конце концов. Или власть, что, не люди, что, а роботы, что ли? Так вот об этом-то речь и идет. Живой он человек, живой. Да что же в этом такого, в конце концов? Ты передергиваешь? Регулярно. Вот, он передергивает. Олег Васильевич Грищенко передергивает, я абсолютно уверен. Валерий Радаев передергивает иногда. И даже Александр, 2,5 миллиона человек, передергивает тоже, глядя на девушку из Замбии. Вот. А ты бишь? Так что я попрошу здесь никого не осуждать, ни над кем не смеяться. И вообще лучше передергивать, чем драться и ругаться. Вот. А вообще я вам так скажу, дорогие зрители. Вот бывают в жизни ситуации, когда вам нужно пойти к какому-то большому человеку и с ним о чем-то поговорить. И вы волнуетесь, трясетесь, там вот руки у вас потеют, коленки подгибаются. Я вам расскажу один способ. Вы когда вот подойдете к этому человеку, не важно кто он, вы вот просто на одну секунду, на несколько секунд, пускай, вот просто вообразите. Нарисуйте себе картинку в голове, вот как он передергивает. И вам тут же станет легче, спокойнее, и разговор пойдет веселей и непринужденней. Это такой метод. Я его всегда использую. И всегда получается. И на этом мы прощаемся с вами. Напоминаю, что репортерский отряд не несет никакой ответственности на все сказанное в программе. Ну а мы сейчас пойдем и пере... Сами догадались, да? Пока. 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 Пока.